Французский лиман встретил нас с палящим солнцем. Знакомство с местной столицей автоспорта началось с парада. Раз в год весь город выходит на центральные улицы. Меж толпы едут участники гонки, просто редкие дорогие машины, ветераны суточного марафона. Настоящее шоу начинается на автодроме Бугатти. Последние чудеса автотехники самых известных мировых производителей. Такого не увидишь даже на Формуле-1. Во время 24-часового марафона мы смогли работать на так называемой пит-лейн и в боксах команд. Вот русский пилот Роман Русинов. Напряженно следит за гонкой, его партнер по команде наматывает седьмой круг. Даже нельзя сказать, кто теоретически претендует на победу, потому что все еще впереди. А когда будет 12 часов гонки, уже будет понятно приблизительно расстановку сил. Зрелищности добавила погода. То и дело. Солнце закрывали тучи, машины не успевали менять колеса. Без дождевой резины несколько болидов сошли с дистанции. На самом деле, чтобы попасть сюда, мне пришлось одеть специальные огнеупорные костюмы. И вот этот шлем по-иному сюда просто не пускают. 24 часа Лимана. Гонка прежде всего командная. За тремя пилотами стоит под 100 человек техников, инженеров, менеджеров. До старта мы побывали в так называемый Control Room Russian Team. Отсюда мы следим за пилотом, за машиной, подсказываем ему, что надо делать. У нас есть все показатели. Мы даже можем немного помочь ему в управлении. Во время съемок бригада первого Ярославского побывала в ремонтных боксах на Пит-Лейн в шинной мастерской. В общем, узнали всю подноготную гонки Лиман-24, которую никогда не покажут по спортивным каналам. Секреты мы раскроем в программе Автопро. 29 июня в 9 по Москве. Юрий Краблев, Денис Лосев. День в событиях. Лиман. Франция. Работаем.